Всем привет! Начинаем новую главу под названием «Разделяй и властвуй». Это такой общий метод решения вычислительных задач. Продемонстрируем мы его на классическом алгоритме двоичного поиска. Общая идея метода «Разделяй и властвуй» проста и естественна. Для того, чтобы решить задачу, мы сначала разбиваем ее на несколько более мелких задач, потом рекурсивно их решаем и на основе полученных ответов собираем ответ для исходной задачи. Давайте перейдем к двоичному поиску, но перед этим рассмотрим задачу, которую он решает в более общей формулировке. Итак, задача поиска в массиве заданного ключа формулируется следующим образом. Дан массив и задача сейчас называется у нас поиск в неупорядоченном массиве, поскольку про массив заранее предполагать мы ничего не будем. А также ключ K. Мы хотим проверить, содержит ли данный массив заданный ключ. И выдать мы хотим индекс, в котором этот ключ встречается, или минус единицу, чтобы показать, что такого индекса нет. Для такой задачи есть естественный алгоритм, который просто один раз сканирует массив. То есть мы просто пробегаем по всему массиву переменной и, то есть и идет от единицы до n, и мы просто каждый раз проверяем. Если AIT равно K, то мы возвращаем этот индекс. Если мы дошли до конца и так ничего не нашли, то мы возвращаем минус единицу. Понятно, что время работы такого алгоритма линейно. То есть он делает линейное количество операций с одной стороны. С другой стороны понятно, что на такой алгоритм можно и нижнюю оценку доказать. То есть когда мы говорим, что время работы алгоритма есть у от n, мы говорим, что его время работы ограничено сверху функцией c умножить на n, где c некоторые константы. Ну и в нашем случае довольно небольшая, конечно, поскольку у нас здесь просто один проход по массиву. С другой стороны понятно, что в худшем случае этот алгоритм будет делать линейное количество операций. Нет никакой надежды на то, что этот алгоритм будет работать всегда быстрее. Поскольку если в массиве ключа K нет, тогда алгоритму придется прочитать весь массив перед тем, как он сможет уверенно сказать, что этот ключ в массиве не встречается. И более того, это верно не только для этого алгоритма, но и вообще для любого алгоритма. Любой алгоритм, который не прочитал весь массив, не может уверенно сказать, что в этом массиве ключа k нет. Соответственно, получаем и верхнюю, и нижнюю оценку, поэтому тут и написано θn. Теперь давайте рассмотрим, что же будет, если про массив мы заранее знаем, что он упорядочен. Итак, предположим, что массив упорядочен по неубыванию. Это означает, что a1 меньше либо равно, чем a2, оно в свою очередь меньше либо равно, чем a3 и так далее. Меньше либо равно, чем a1. И нам опять дан ключ k. И мы хотим понять, входит ли этот ключ в массив. То есть опять хотим вернуть соответствующий индекс или минус единицу, если такого индекса нет.